То есть человек был, конечно, там масштабных страстей. Политик от бога, который... Вот согласитесь, это же в условиях прежней советской системы. Передать власть вот так, да? Нет, я имею в виду тогда, в 87-м году. Будучи? Уйти, там, оказаться в глухой опале. Ну, размазанным будучи. Будучи просто размазанным, да. Суметь вернуться, победить сначала на одних выборах. Избраться народным депутатом СССР. В Москве, где против него все силы, вся мощь административного аппарата была включена. Использовать мастерски поддержку общественного мнения и обратить ее в свою пользу. Потом избраться уже непосредственно на съезде народных депутатов СССР. На том самом знаменитом первом съезде 89-го года. Избраться в Верховный Совет. Там получить должность руководителя профильного комитета. Потом пойти уже с каким-то восстановившимся административным ресурсом. Все-таки там уже кабинет, вертушки, спецсвязь, помощники. Возможность там легко устанавливать связи и контакты с другими политиками. Которые появились тогда на авансцене российской, тогдашней советской политической жизни. Потом победа на выборах уже народного депутата РСФСР. У себя тогда первые выборы он выиграл в Москве. Потом поехал на родину, победил в Свердловске. И, конечно, блестяще об этом учебнике можно писать. Как он, не имея поддержки большинства людей на съезде народных депутатов России, он не имел там поддержки большинства. Так называемые демократические фракции составляли в общем меньшинство съезда. И, тем не менее, маневрируя между различными политическими группировками, он сумел сколотить вот это ситуативное большинство, которое избрало его фактически президентом. Дальше уже было дело техники. Как конвертировать пост председателя Верховного Совета России в пост первого российского президента. И вот это от опалы в 87-м году до окончательной победы над главным конкурентом и главным недругом Горбачевым в декабре 1991-го.